Сегодня, в первую пятницу октября, во многих странах мира отмечают День улыбки. Неформальный праздник существует с 1999 года. Его символом стал ярко-желтый смайлик, который в 1963 году придумал американский иллюстратор Харви Белл. Девизом дня являются слова «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». В Ненецком округе есть своя фирменная улыбка. Это народный театр, который на протяжении 20 лет радует зрителей яркими премьерами. Наша съемочная группа не раз была в числе зрителей. И, к сожалению, из-за коронавируса сейчас спектакли не идут. Но Любови Пермяковой удалось найти в архиве самые яркие его премьеры. Ну ничего, я их прискруню и начну с этого старого бездельника. Где же он? Господин великан, вот, где? А я вас искала. Это на первый взгляд кажется парадоксальным. Но театр в аграрно-экономическом техникуме появился в те времена, когда педколлективу было совсем не до улыбок. В дефицитные 90-е годы прошлого столетия, которые характеризовались хроническим недофинансированием всего, педагог Людмила Макаровна Коткина предложила создать небольшую студию. Сегодня с каждым годом желающих окунуться в творчество вместе с улыбкой становится больше. Ведь более чем за 20 лет своего существования он смог обрести преданных зрителей. Посмотрите на себя. Боже, на кого вы похожи? Ах, как быстро ведет время. Да, 40 лет. А ведь я вспоминаю, как сейчас вы были тогда маленькая, пухленькая, ну, словно поросеночек. И вот поросеночек рос-рос, 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 и выросла такая большая свинечка. Святая женщина. На сцене идет спектакль «Мистер Икс». Роли исполняют студенты и работники техникума. В роли хозяйки ресторана «Зеленый попугай» выступает преподаватель Анна Сыровенко. Метродотеля «Пеликана» блистательно играет Александр Найда. Происходящее на сцене действие завораживает с первых минут. И невольно забываешь, что перед тобой не профессиональные актеры, а обычные юноши и девушки. Продумано и оточено все до совершенства. Да это и не мудрено. Репетиции проходят практически ежедневно. Руководить театром на протяжении нескольких лет талантливейший педагог Наталья Могильницкая. Это человек, который смог сделать из любительского театра народный. Очень рады видеть наших друзей здесь, наших выпускников, наших театралов, которые принимали участие здесь в деятельности нашего театра. И то, что мы сегодня имеем, это их тоже заслуга. Я очень рада, что вы пришли. Я очень рада, что у нас есть любители театрального искусства. Я всегда говорю о том, что театр – это элитарное искусство. И вот я хочу сказать, что в Наринмане эта элита есть. Я вас поздравляю с этим. Богатому репертуару «Улыбки» позавидовал бы и столичный театр. Десятки классических произведений отечественных и зарубежных авторов – Шиллера, Мольера, Тефи, Чехова, Толстого, Пушкина и Гоголя, Акунина и Булгакова. Есть в творческом списке и музыкальные спектакли, в которых студенты сами исполняют основные и, кстати, не самые простые арии. Сейчас у театра есть практически всё для достойного существования – сценарии, костюмы, реквизит. Театр существует благодаря влюблённым в искусство людям. Среди них – директор Оксана Данилова. Ей самой не раз приходилось перевоплощаться на сцене. Это была моя последняя заключительная роль. Хотя я каждый год, когда ещё была студенткой нашего технику, я всегда принимала участие. И тогда я играла всегда дочерей. Но после, когда я стала работать преподавателем, я на протяжении 10 лет, я также принимала во всех спектаклях участие. Но только уже в роли матерей. Ну и перед тем, как закончить преподавательскую свою деятельность, Наталья Львовна мне доверила главную роль нашего спектакля «Ханума». Вот тогда мы его впервые ставили. И вот этот костюм как раз-таки был на мне. Вот это была моя заключительная и главная роль. Сейчас у Оксаны Вячеславовны уже другая, но тоже главная роль. С 2016 года она назначена руководителем Ненецкого аграрно-экономического техникума. Театр поддерживает всеми силами. Коллектив принимает участие в городских, окружных, международных смотрах и фестивалях. И каждый год радует новыми постановками. В их числе премьера юбилейного спектакля «Призрак замка Кентервель», который прошёл тоже при полном аншлаге. Ну а-ну, приятель, поверьте, вы думаете, что своими жалкими фокусами сможете повешать мне вы неопрятный сгусток пара. И уж поверьте, я всегда добиваюсь того, чего захочу. И если бы я только поставил целью избавиться от вас, от вас бы не осталось даже легенды. Один из участников спектакля – бывший студент Максим Филиппов по профессии спасатель. На сцене играл роль библиотекаря Чарльза Вольтера. Такой интересный персонаж, специфический, так скажем. А в чём, специфический? А в том, что он в первую же встречу со всеми другими артистами уже успел приобрести свою любовь. Публика, как всегда, восприняла всё на ура. То есть опять зажгли зал. Театр мне вообще дает, я развиваюсь. Развиваюсь в плане и духовно, и не только. Возрастной диапазон театра впечатляет артистам-студентам от 16 до 24 лет, преподавателям от 27 до 60. С каждым годом растёт и количество зрителей, среди которых не просто любители театра, но и заслуженные деятели культуры Ненецкого округа. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».